Уважаемые телезрители, напоминаю, вы смотрите интерактивный проект COVID-19 актуальные вопросы, где в прямом эфире вы можете задать все интересующие вас вопросы о коронавирусе и наши уважаемые эксперты с удовольствием на них ответят. Напоминаю, наши телефоны 71-214-1440, 71-214-1372. И у меня вопрос к нашему психологу. Скажите, пожалуйста, что сделать с такой дурной привычкой постоянно трогать свое лицо? Сейчас в условиях карантина, когда мы все стараемся себя обезопасить, носим маски, все равно есть такая привычка потрогать лицо, почесать, маску поправить и так далее. Можно ли я это как-то с точки зрения психологии объяснить? С точки зрения психологии, как часто мы трогаем свое лицо? И с чем это связано? Часто, когда мы обращаем чужое внимание, хотим как-то себя улучшить, как-то причесать волосы, то есть мы в какой-то степени хотим внимания от окружающих нас людей. Из-за этого мы трогаем и лицо, и волосы, и ухо, например. Психологическое значение такое. И в наши дни, вне пандемии, лучше этого не делать, и как с этим бороться. Каждый раз, когда я захочу, например, трогать нос или ухо, я думаю о чем-то другом. Например, я думаю, сейчас мне нельзя трогать, я потрогаю попозже, например, через полчаса. То есть я откладываю вот этот ритуал, это тоже можно сказать почти что, как ритуал или какой-нибудь обряд, чтобы что-то сделать. То есть у меня, если, например, я боюсь чего-то, например, пандемии, я боюсь вируса, и если я, например, помою руки или сделаю вот так, или еще какой-то ритуал, то на какой-то степени я успокоюсь. Это дает на какой-то момент, это меня успокаивает. В этом случае мы часто пользуемся когнитивной биохирурной терапией. То есть через когницию мы действуем на поведение человека. И как это происходит? Когда я хочу сделать именно что-то, то есть вот эти компульсии, то есть вот эти движения, я отодвигаю вот это движение, то есть или откладываю эти движения, эти мысли, или в какой-то промежуток времени. Например, через полчаса, через час или через два часа я буду свободна, и в этот момент я буду, например, трогать лицо или, не знаю, что-то делать с руками или мыть руки. Или, например, есть другой метод, каждый день, например, откладывать какое-то количество времени, распределять именно для того, чтобы заниматься именно этим делом. То есть я, например, каждый день 20.00 до 20.10 я буду смотреть на свое лицо или буду руками как-то так. Я не знаю, это может быть любой ритуал, я буду заниматься именно этим, и это значит, что в другое время я буду свободна и не буду этого делать. Вот. С помощью этих инструктажей мы можем как-то изменить поведение человека. Очень интересная методика. Попробуем ее использовать, потому что я сама действительно пытаюсь все время маску поправить на своем лице. Спасибо за такой подробный ответ. Спасибо. 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 Если растение вирусов, то нужно больше нескольких, то вы использует вирусы или инфекции. Или как можно еще раз unbelievable? Да, на самом деле самому не останавливается вирусы. И в основном мы будем говорить им, что не нужно". Если серьезно появилось都有 симптомов, то если повезло в ковиде, то нет. Потому что по-выслову вирусы. А сейчас наша коллега Сарвина Сулейманова ознакомит нас со статистикой ваших вопросов. на наш телеграм-адрес. Мархамат. Добрый день, дорогие телезрители. Спешим ознакомить вас с сегодняшней статистикой. Вчера мы получили около 900 обращений по телефону и телеграм. До сих пор пришло более 300 вопросов. Как обычно, на все вопросы мы ответим в прямом эфире. Для этого каждый раз мы приглашаем квалифицированных экспертов. Вопросы, которые не прозвучали в прямом эфире, будут переданы в программу COVID-19 в Азиат на телеканале «Узбекистан-24». Сегодня в стране выявлено 249 случаев заражения. Общее число больных составляет 26 550. Дорогие телезрители, еще раз напомню. Наши номера – код 71 214 13 72 214 14 40. Данные номера работают только во время прямого эфира. Наш телеграм-адрес «МТРК COVID-19» работает 24 часа в сутки, и мы всегда готовы принять ваши вопросы. Дорогие друзья, соблюдайте все меры карантина и берегите себя. Мы обязательно ответим на каждый вопрос. Спасибо за ваше внимание. Спасибо большое, сэр Венос. Ну, а мы продолжаем нашу беседу о коронавирусе. И у нас вопрос к уважаемому гематологу. Азамат из Ташкентской области спрашивает. Уже две недели у мамы двусторонняя пневмония. Назначили капельницу, кстати, гепарин и таблетки. Многие врачи говорят, что капельницу нельзя применять. Что вы посоветуете и что нам делать? Ей 52 года. Во-первых, она должна находиться под очень жестким контролем врача. В данном случае, я думаю, из поликлиники, как минимум. Сейчас создали целую службу по борьбе с COVID-19 инфекцией. Сейчас есть у нас целые даже специализированные поликлиники районные. Которые в каждом районе открыты сейчас. Надо туда обратиться, доктор должен прийти и решить, что делать с этой женщиной. То ли можно ее лечить, продолжать лечить в домашних условиях. То ли нужно ее помещать в специализированную клинику. Это не может сама больная решать и ее родственники. Почему? Потому что они не медики. Поэтому, если есть пневмония, тут надо, конечно, мониторировать сатурацию. Надо послушать легкие. Может быть, надо сделать повторный рентген снимок как минимум. Или компьютерную томографию легких. То есть в каждой конкретной ситуации нужно действовать индивидуально. Но я не знаю, какие были исходные данные у этой женщины. Что сейчас происходит. Положительная динамика есть или нет. Температура сохраняется или не сохраняется. Одышка есть или нет. Сатурация нормальная или пониженная. То есть врач как работает? Он всю информацию анализирует и уже потом принимает решение. Поэтому, как минимум, нужно, чтобы специалист, доктор из района поликлиники пришел посмотреть. Обязательно проконсультироваться. И, пользуясь случаем, хочу еще раз напомнить нашим уважаемым телезрителям, что 6 августа, в четверга, каждый день вы сможете позвонить к нам в прямом эфире. Те из вас, у кого вышел положительный тест на COVID-19 или у кого появились явные признаки этого заболевания, могут задать его в прямом эфире нашим специалистам. Обязательно получите хороший, нужный ответ. Спасибо большое. Рахмат, телеграмм манзолимызге келген савал билан сухбатин даометтирсам. Юрагим, тыс, тыс, уруб кете аптэ. Бр айдан алдэн, бр ай алдэн, бр ай алдэн, истымалэ гэндэм. Лэкен, 2 хафта гэчэя, яхши болып қалдэм, истымалэ йоқ. Бүгін, есэ, яна, 36-ю, тоққыз болды. Бр ай давамадэм, утып кетмадэм бүл кесалэйк. Энді, қандай кесалэк аламаты? Энді, вазиадлэ харкал булеш мункун. Астасаң, бең сүлдэ келедгеннарса, хазар юрагтез урып кетші. Юрагтез урышы. Хамда бры айдан сон,, яна, хараратны чыга башылашыя. Бры айдан сон, яна, хараратны чыга башылашыя. Бүр ай ай айдан харарат чыган. Ковид, буга му, бума гая му, нормалом. Нормалом. Тест топшема гелла. Это вирус инфекция, симптоматика, электрокардиография, кардиолог, муражие. Потому что урак, тез, тез, урб, кетш, сабаб, аритмия. Электрокардиография, кардиолог, кардиолог. До следующей нашей стране мы не сможем заниматься. Я предлагаю вам заходить и продуматься. Вдф джеки, в следующей вопросе, 71 лет, году на неделю более важный и не большой лет. Я думаю, что люди, которые могут не замечать, и, обычно, они могут понять, если они могут двигаться не убедить. Вообще, они могут запросить и политические линии, Здравствуйте! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы в конечном итоге все переболеем Кто-то об этом даже не узнает Но если этих больных будет за короткий промежуток времени очень много Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как вы считаете, мы уже вышли на это плато, которое вы говорите, плавное перемещение, чтобы перейти к снижению заболеваемости? Судя по статистическим данным, которые мы слышим каждый день, пока этого нет Я думаю, пройдет время, будет уменьшение заболеваемости И тогда уже можно говорить, что мы пик прошли и выходим потихонечку на плату Спасибо большое за... И вопрос сразу к психологу Даже не знала, но оказывается, очень много людей, страдающих клаустрофобией сейчас И потому что слышу это и от многих знакомых, от друзей Расскажите, пожалуйста, что делать людям, страдающим этой фобией в нынешней ситуации? Потому что приходится сидеть очень много дома в четырех стенах, как говорится Значит, в таких стациях мы применяем такие медотики, как представление именно нашей фобии В данном случае это клаустрофобия Первое, мы рекомендуем больным Вообще-то, эта процедура проводится с психотерапевтом Но именно в нашей ситуации я порекомендовала, чтобы они делали это сами Или с каким-то наблюдателем дома, родственниками То есть в самом начале этот пациент должен представить себе Представить себе, закрыв глаза, то, что он находится в закрытом помещении Даже на тот момент, когда он это представляет И у него происходит вот это неприятное ощущение у души, нехватка воздуха, сердцебиение Вся эта симптоматика на тот момент происходит Но если мы начинаем тренировать, например, каждый день мы, скажем, по три раза, по две минуты То есть это получается за день шесть минуты Мы представляем себя, что мы одни, остаемся в закрытом помещении И у нас появляется какой-то навык Мы начинаем привыкать именно к замкнутому пространству Да, к замкнутому пространству После этого мы уже начинаем это воспроизводить То есть мы заходим в какую-то маленькую комнату Закрываем дверь, например, сидим там одну минуту, две минуты Мы начинаем там сидеть До того момента, который мы сможем пережить Максимально, да? Максимально, да До точки пика До точки пика И повторение вот этих ритуалов То есть вот этих процессов Нас тренирует Мы начинаем тренировать свое поведение У нас меняется восприятие вот это Именно замкнутого пространства То есть на самом деле, чего я боюсь Что будет в замкнутом пространстве Что произойдет В конце концов, в итоге, ничего не произойдет То есть человек останется один Именно в замкнутом пространстве И ничего не произойдет Он не умрет У него не будет нехватка воздуха Он не умрет из-за тахикардии Или из-за удушья Ничего не произойдет Он должен понять вот это После того, как он это понимает Уже меняется взгляд Отношение меняется данной ситуации Спасибо большое Спасибо за субтитры 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 Продолжение следует... 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 В первую очередь она должна обратиться к своему врачу, который ведет ее беременность в семейной поликлинике, а дальше уже будет идти по назначениям. Спасибо большое. Продолжение следует... 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 Ну, если эта симптоматика сама все прошла, может быть, да. Мы ее, с одной стороны, доказать не можем и исключить не можем наличие ковида у этого больного. Спасибо. И вопрос к психологу. Она ним спрашивает, как влияет тревога на развитие инфекционного заболевания? Самое главное, оно ухудшает состояние, оно оттяжеляет состояние больного, так как во время вообще любого заболевания иммунитет, он снижается, а во время тревоги он снижается еще больше. Это значит, что мы не можем нормально, адекватно реагировать, то есть наш иммунитет не может адекватно реагировать на какую-нибудь инфекцию, на какое-нибудь заболевание. Из-за этого мы переносим вот эти заболевания более тяжело, чем, например, человек без тревоги. А вот еще такой вопрос. Уже среди переболевших, тем более переболевших в тяжелой форме, многие выписываются домой с такой психологической травмой. Есть ли у вас какие-то советы таким людям? Да, да. Был такие случаи. Мы проводили по Ташкентской области, по району Зангета, именно по Сардарье мы проводили разные конференции, мы проводили вот эти туры, проводили именно консультации больным и онлайн-консультации именно тех больных, которые уже вылечились, именно тяжело заболевшие больные, они уже вылечились, и у них уже возникла психическая травма. Вот недавно тоже был такой случай. Молодой человек, где-то 25 лет, он попал именно в карантинную зону, и после того, как он вышел, у него начались вот эти бессонницы, панические атаки, нарушения сна. Вот. Вот в таких случаях обязательно надо проконсультироваться именно медицинским психологам, надо вести беседу, и нужно вести обязательно активно и длительные периоды вот эти восстановления. Принимают ли медицинские психологи сейчас? Да, конечно, принимают. Мы проводим и онлайн-консультации, и очные консультации в центре медицинсо-научном центре Асавы Рухаят. Можете обращаться. Спасибо. Спасибо. Вы можете решить иммунитет? Хорошо. В нашем вопросе, что 60-летний человек из-за 60 лет на 10-летних уровнях в Казахстане не было. У меня есть карбамизипин, я не смогу найти в Казахстане, я не могу найти это. Я не могу ли я обращаться в Казахстане? В этом вопросе, в первую очередь, у нас есть карбамизипин, В этих трехмахханах мы просмотрим налоги в Андропе. Не ли мы с теми, в Аъррх катастрофе на выбор оврока. Поэтому мы садим формируем. Мы садим формируем. Но это не будет отбираться, не просто ли. Но это будет отбираться в wealthy городов. И здесь в журналисты одна из тех, оцепия и важно. Мы просто таковы в Аъррх катастрофе на сборке. Выясните, что я вам говорю это очень важно. Спасибо. В чём ты получил сайта, пожалуйста. Продолжение следует... 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 В этом году мы делаем обучение, 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 обучение. Мы делаем обучение, 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 обучение. Вопрос к уважаемому психологу от Анонима из Ташкента. Я на восьмом месяце беременности, постоянно панические атаки, тревога за себя и за будущего ребенка. Что мне делать? Такие случаи тоже часто происходят. Если мы будем наблюдать данную девушку, часто бывают или преждевременные роды, или пролонгированная беременность. То есть девушка рожает, пройдя вот этот период. С запозданием. Да, с запозданием, выношенная беременность происходит. За счет чего? Она не хочет выпускать ребенка. Она старается ее защитить в себе. Это называется именно защита ребенка. То есть она боится отпустить ребенка именно в окружающую среду, потому что она считает именно этот окружающий мир опасным. И поэтому из-за этого плюс у нее происходят эти тревоги. В данной ситуации мы должны понять, именно из-за чего она этого боится. Я думаю, скорее всего, из-за ситуации, которая сейчас происходит, из-за пандемии, она, видимо, боится, что она заразится сама, заразит свой будущего ребенка. Вот в данном случае надо спросить у девушки, вот что произойдет, если вы заболеете именно коронавирусом? В итоге все равно вы вылечитесь. Тут все ровно, это не значит, у кого смертность высокая. Вот если мы будем обращать внимание по статистике, это обычно очень пожилые люди, и у них причин смерти в основном что? Это инсульты, это инфаркты, это сопутствующая, основная сопутствующая патология. Да, девушка беременна, но если она здорова, если у нее нет никакой сопутствующей патологии, беременность это не патология, беременность это не болезнь, это физиология. То есть то, что каждая женщина проходит этот путь. То есть если мы будем понимать, правильно направлять, что будет в конце, ничего не будет, все, мы переживем эту пандемию, в конце концов все будет хорошо, завтра, послезавтра, через месяц, через два месяца, все это в конце концов закончится. И что будет, ничего не будет. А вот люди, которые живут с этой тревогой, у них это останется. У них остается, бывают такие обсессивно-компульсивные расстройства, они будут мыть руки, мыть постоянно. Вот бывают такие случаи, что они настолько часто моют руки, что у них они аж в царапинах, аж в крови, все руки. Или у меня приходит девушка, она всегда приходит, у нее, она носит три слоя маски, три слоя перчатки, и она держит дистанцию 8 метров, представляете? Она приходит к врачу и стоит дистанцию, вот я сижу в кабинете, она стоит в холле. Это уже какой-то сигнал? Да, конечно, это уже обсессивно-компульсивное расстройство. Это уже запущенная стадия. В данном случае, да, нужно проводить лечение, нужно проводить терапию. И у этой девушки нужно хорошая коррекция именно специалиста. Спасибо большое. Как вы считаете, будет ли эффективна вакцинация, когда появится, и будут ли у нее противопоказания? Такой вопрос, который, наверное, часто задают. Сложный вопрос, конечно, да. Но вы понимаете, в чем дело? Вот почему каждый год мы вакцинируемся от гриппа, и каждый год мы можем заболеть им. Дело в том, что, например, на примере гриппа, коронавирус тоже вирус, как и вирус гриппа. Вирусы имеют такое свойство, они мутируют. Вот сегодня мы изобрели какую-то вакцину, она может действовать именно на ту инфекцию, которая присутствует сейчас, на сегодняшний период времени. Но кто гарантирует, что тот же самый грипп или тот же самый коронавирус, он не смутирует через какое-то время. И эта вакцина, она может быть не так эффективна, как она может быть эффективна именно к этой инфекции. Поэтому вопрос сложный, и я на него однозначно ответить не могу. Но по логике вещей я понимаю, что это все очень 50 на 50 как минимум. То ли поможет в будущем, то ли не поможет. Но в России сейчас, насколько я знаю, работают над этим. В ведущих странах мира, в Америке, насколько я знаю, работают над этим. В России даже, по-моему, уже эту вакцину используют в виде клинического исследования на больных. Пока мы еще не знаем, мы должны дождаться отдаленных результатов. Но дай Бог, чтобы все это было успешно. Спасибо большое за такой подробный ответ. Я вообще благодарю наших специалистов. Но время нашей программы подошло к концу. На сегодня мы заканчиваем нашу работу. Но в понедельник с 10 часов утра вы снова можете позвонить. На сегодня мы заканчиваем нашу работу. Но завтра с 10 часов утра вы снова можете позвонить к нам по телефону. 7-1-214-1440 7-1-214-13-72 И наши специалисты ответят на все ваши вопросы. Напоминаю, что сегодня у нас были специалисты. Эльдор Джасурович Исхаков, доктор медицинских наук, гематолог, заведующий кафедрой гематологии и трансфузиологии Ташкентского института усовершенствования врачей. А также Хилола Сайфуддин Хаджаевна, Юнус Хаджаева, медицинский психолог, врач-психотерапевт. Спасибо вам большое. С 6-го числа, 6-го августа, четверг вы снова можете к нам позвонить сюда в прямом эфире и задать все интересующие вас вопросы нашим уважаемым специалистам. Если у вас подтвердился тест на коронавирус или у вас вышли явные признаки этого заболевания, вы можете проконсультироваться онлайн с нашими специалистами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... До новых встреч! Будьте здоровы!